Здравствуйте, Татьяна. Рядом, что прямой эфир сегодня. Привет, ребята. Я вынуждена, потому что я не могу на вопросы отвечать. У меня постоянно зависает Инстаграм. Привет, привет. Ну что, Норвегия, высокий уровень самоубийств. Я думаю, что это ложная информация про высокий уровень самоубийств, потому что это высокий уровень, я уже слушала, что это не совсем так считается, что там высокий уровень самоубийств. Я как-то читала, что у Финляндии был высокий уровень, потом они дали более полные данные, оказалось, что это высокий по отношению к таким же странам, выше, чем в таких же странах, как они, но не выше, чем в других странах мира. Вот так вот они это объясняли. Да, вы не думали создать книжный клуб с платой за абонент? Я хотела это создать и уже была близка к этому, я просто не знаю, как его вести. А мы читаем одну общую книгу. Как сделать обсуждение? Вот это. На Инстаграме легче сделать обсуждение, но чтобы были какие-то медиаторы, которые тоже будут вместе со мной. Вот что я хочу, чтобы не только я обсуждала эту книгу, но чтобы вы тоже ее обсуждали, что одну книгу я обсуждаю часть, другую. Как это сделать? Вот подумай, давайте все вместе. Я с удовольствием это сделаю, такой вот клуб, потому что моя задача, чтобы не только я говорила вам об этой книге, но чтобы вы тоже делали свои презентации, именно такие видеопрезентации. Как это сделать? На Инстаграме я знаю, на Ютубе я просто не знаю, как даже, вот, ну, можно, конечно, совместное видео делать на Ютубе, да. А вот, наверное, совместное видео можно делать на Ютубе. Это так. Может быть так, да? Хорошо. Да, невысокий процент самоубийств. Ну, я еще раз сказала, высокий по отношению к таким же странам скандинавским, но не по отношению в мире. Привет из Воронеж, Минск, Скандинавия. Если нет бизнес-цели, подойдет ли марафон? Ну, марафон же не только бизнес-цели обсуждают. Почитайте в описании. Я сделала же описание, что будет там. Не только бизнес-цели. Почитайте внимательно, что там будет. Я пропустила. Когда будет марафон? Марафон будет с 12 по 17 декабря. Будет каждый день. Я веду марафон каждый день. Может быть, час там или даже чуть больше будет. Столько, сколько вот будет тема у меня. Каждый день. И, конечно, он остается в записи. Есть два пакета. Есть базовый пакет марафона. Три с половиной тысячи будет стоить вот вся эта вот неделя. И, конечно, вы должны будут составлять планы. И вы должны будете эти планы выставлять мне в Инстаграме. Я буду просить вас написать ваши планы и их планы опубликовать. Вот. И второй пакет будет VIP-пакет. Он будет ограниченное число участников. Будет все то же самое. Плюс каждый VIP-участник может со мной поговорить, обсудить свои планы. Я поговорю с каждым участником полчаса. По телефону мы сделаем видеозвонок. И я, конечно, не могу взять очень много людей, поэтому это число будет ограничено. Это стоит 7 тысяч рублей. Вот. Но это мое время. И может быть такой инсайт именно вашей проблемы, которая у вас есть. Так. Может ли в Канаде устроиться юрист с хорошим образованием из России? Будет ли я востребован? Нет. Диплом, наверное, не будет признан юристом. Надо переучиваться. Татьяна, ваше экономическое помогло ли вам? Вы, конечно, меня спрашивали этот вопрос. Помогло ли мне экономическое образование? Все образование помогает. Я люблю статистику. Я люблю планирование. Я смотрю на вещи немножко по-другому. Я вот вижу, как Николай смотрит на вещи и как я. Каждый раз я ему говорю, с потолка цифры взял? С потолка сказал? Потому что, когда я что-то обычно смотрю, изучаю, я всегда изучаю этот вопрос, смотрю цифры, статистики. Он может просто сказать так. А я всегда вот так вот посмотрю. Образование это или нет, я не знаю. Так. Прогрессивно мыслите. Спасибо, спасибо, Маковка. Битком, думайте, стоит рассматривать. Я не могу никому дать советы по инвестициям. Это было бы, с моей стороны, безответственно. Я не могу это сделать. Вот мой бухгалтер это мне делает. Я удивляюсь, что он это делает. Но он почти наш друг, поэтому он это делает. На самом деле, это никто не будет вам делать. Это потому что никто не хочет брать на себя эту ответственность. Я сама иду в это. И есть такой блогер на YouTube. Я там тоже его послушала. Но я много просто изучила про биткоины. И я поговорила со своими друзьями. Оказалось, что все мои друзья уже давно их имеют. И мой сын имеет, и все имеют. Только вот мы отставшие. Мы только вот инвестировали в недвижимость. Как же его зовут, этот парень американец? Он очень-очень... Потом к этому видео, может быть, я его добавлю. Вот. Вот он. Его зовут так. Грамм Стефан. Грамм. G-R-A-H-A-M. Стефан. S-T-E-E-P-H-A-M. Грамм Стефан. Вот он дает прям подробную статистику, как изменилась вторая валюта, криптовалюта, которую сделал русский мальчик. Совсем прям русский мальчик. Называется Ethereum. Вторая криптовалюта. Как она себя повела по отношению даже к биткоину. Насколько она быстрее двигается. Вот эти вот две валюты я буду рассматривать. Ethereum и биткоин. Потому что, ну, надо. Мне захотелось это сделать. Вы тоже... Нет, волосы я не покрасила. Нет, я буду их красить в декабре. У меня уже есть назначенный аппортмент с парикмахером. Я буду делать корни, конечно. И пока нет еще. Я делаю раз в три месяца. А вот подстригла и, конечно, напрасно. Позволила ей сделать мне вот эти layers. Раньше у меня были прямые волосы все. Сейчас она сделала такие мне layers. Я напрасно ей позволила это сделать. Я, наверное, слишком много. Книжный клуб. В зум. А-а-а, в зум. Насколько там человек соберется в зум? В зум, нет, наверное. Потом, нет необходимости в зуме это делать, наверное. Это все-таки можно делать на YouTube, как даже не прямой эфир, а как вот нашу беседу. И потом на YouTube я ее буду помещать. Вот так будем делать. Это как совместный разговор. Один человек присоединяется, потом каждую книгу. Кто-то будет один медиатор такой, который будет готовиться по этой книге и вместе со мной ее обсуждать, а все остальные будут слушать. Потом следующий человек будет медиатор. Все время будет кто-то меняться, кто будет хорошо читать. Наверное, вот так. Давайте еще подумаем. В зуме, может быть, в зуме. В зуме какое-то качество всегда неважное. А может быть, так надо сделать в зум. Ну, может быть, в зум. Надо изучить и подумать. Хорошо. Пускай норвежцы приезжают в Украину, поживут там в минималку. Но это то, что так на самом деле. Да, так на самом деле. У них, кажется, климат еще такой холодный и мало солнца. Но на самом деле оказалось, что вот эти самые богатые страны имеют больше всех проблем. Люди именно вот с депрессией. Потому что делать ничего не надо. Человек так не создан эволюцией. Он все время карабкался, выживал, выживал, выживал. То еды никогда не было достаточно. То дети эти умирали, надо было больше детей сделать. То болезни какие-то, то животные какие-то, то холодно было все время. То ледниковый период, то то, то, то. Люди бедные всегда выживали. И вдруг у них телевизор, диван, еды полно, пособия платят. И человек сломался. Он так не создан. Человек создан, чтобы работать. Поэтому, может быть, вы слышали несколько раз о том, сколько людей умирает, когда выходят на пенсию. Полно людей вышло на пенсию раз-раз умер. Человек не должен никогда выходить на пенсию. Кого бы ни спросила из своих знакомых, они все говорят, никогда буду работать столько, сколько жив. Вот так вот. Бинанс. Нет, я не знаю, такую биржу нет. Я сама буду инвестировать. Самостоятельно. Про книги. Можно приглашать в совместный видеочат в прямом эфире в Инстаграм. Так тоже можно, да. В Инстаграм тоже можно. Но мне бы хотелось это вынести в Ютуб. Я думаю, это должен быть Ютуб. Это будет платный канал. Это не будет бесплатный канал. Он будет платный. Чтобы мы имели только определенных участников. Какая-то будет символическая плата, небольшая. Но она будет символическая. Для того, чтобы был ограниченный клуб участников. Тогда мы будем действительно это ценить. Не будут приходить случайные люди. Не будут случайно писать нам месседжи. Будут только те, кто в этом действительно клубе. То есть клуб и мембершип будет обязательно. Но очень условный такой. Спасибо большое, Валерия. Спасибо. Так, жизнь может быть такая непредсказуемая. Болезни. Ну, если вы так себе запланируете болезни, то вы так и получите. А никто ничего не знает. Поэтому жить с тем, что у вас будут какие-то болезни. И ожидать это. И ничего не делать. Но это самая плохая стратегия. Хорошая стратегия даже не думать об этом. Ну, что получится, то получится. Для этого люди занимаются спортом. Для этого люди питаются здоровой пищей. Для этого люди имеют позитивное окружение. Интересную работу. Развивают свой мозг. Вот для этого. А так любой дурак может сказать. А, все равно умрем все. Ну, да, и проживем как просто прогнием. А, что это за жизнь будет за такая? Я никому не могу сказать, стоит ли вкладываться, девочки. Никому. Это было бы с моей стороны безответственно. Вдруг вы что-то не то сделаете, что-то потеряете. Читайте прогнозы. Вот я вам сказала, какие есть прогнозы, у кого я вам дала направление. Вот смотрите этого парня. Вот его еще раз. Вы запомните, да, как его зовут? Его зовут Стефан. Стефан. Ну, сначала Грам. Г-Р-А-Х-А-М. Грам. Вот так. Нет, я не поверну свой телефон. Стефан. У него канал, у него 3,2 миллиона подписчиков. Он сам реалстейт-агент. Но сейчас больше занимается инвестициями уже везде. Он и в недвижимость инвестирует всегда. Из Лос-Анджелеса. И нам зарабатывает огромные деньги сейчас на YouTube. Он уже перестал заниматься недвижимостью. Но вообще он сам реалстейт-агент. Ну, глубоко изучает все, парень. Просто берите информацию.